Но вы обратили внимание, правильно обратили внимание, что один и тот же чин совершения освящения воды и в сочельник, и в самый день праздника, ну вот такая у нас традиция. И в древности в нашей цепи так совершали, в сочельник совершали в храме, а потом в самый день выходили на реки, освящали воду на водоемах, на реках, на озерах. Но чин один и тот же, и благодать одна и та же. Поэтому не смущайтесь, не будьте суеверными, а черпайте с верой и надеждой, что действительно это святая вода. Но и многие говорят, вы знаете, надо обязательно в 12 часов ночи окунуться. Слышали про такое, да? И в 12 часов ночи освящается вода, а вот мы, оказывается, православные христиане, освящаем не только в 12 ночи. А почему так? Не знаете? Да Господь всех нас слышит. В любое время. Вот мы сегодня, а немножко бы задержали литургию, еще бы на полчаса позже осветили бы. Обратите внимание, Господь слышит наши молитвы, и не важно. Мы же не фарисеи, не лицемеры. Мы знаем, что Господь слышит наши молитвы. И, конечно, очень важно понять, что окунуться в прорубь или в водоем на улице, это никак не относится к нашим святым таинствам и к таинствам церкви. Поэтому, если кто-то хочет, можно окунуться, кто-то не хочет, можно не окунаться. А самое главное, прийти в Храм Божий, помолиться, прикоснуться к этому величайшему таинству, литургии, евхаристии, причаститься к телу и крови Христовой, а потом все вместе помолиться и спросить у Бога благословения на воду. Так что все второстепенные какие-то явления в нашей жизни, для некоторых, сегодня это бизнес очень хороший. Знаете, вот так, специально приготовить водоемы, людей отвлечь от храма, чтобы не в храм люди шли, а на водоемы. А на самом деле для нас, верующих, у Христа совершенно не важно, где освещается вода. А самое главное, чтобы у нас была вера в то, что Иисус есть Христос, Сын Божий, что Он пришел ради нас и ради нашего спасения. Ну а поскольку в храме Божьем с особой силой, как я молодым людям говорю, действует Wi-Fi, то есть вот стоит нам только вот так одному сказать, Господи помилуй, а сколько нас людей. И сразу вот это, Господи помилуй, возносится к Царю Небесному и Богу нашему. Вот здесь силу нашей молитвы, в единстве нашей Святой Соборной Апостольской Церкви. Вот это чрезвычайно важно. Поэтому мы должны помнить и стремиться в храм, вспоминая слова Христа Спасителя, где двое или трое собраны во имя Мое, и там Я посреди вас. Вот сегодня с нами Бог. Разумейте языцы. Аминь. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!